Привет, друзья, у микрофона Шаман, и снова мы встретились с вами в The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, и в этот раз я вам хочу показать, где найти вот такой вот крутизный сет гвардейца. Он, конечно, аналогичен по статам тому сету рыцаря, который мы искали в предыдущем ролике, но зато, я думаю, в коллекции он вам не помешает уж точно. Да и к тому же я вам покажу ещё, где найти вот такой вот крутизный хайлийский щит, а также попутно мы найдём королевский, клеймор, лук и всё прочее с большими статами. Так что если у вас нету денег на то, чтобы скупить хайлийские туники, штаны там и всё прочее в форте на стартовой локации, тогда запаситесь зельями, которые восстанавливают стамину. Я, допустим, использовал бодрого окуня, бодрёнки-грибочки, а также бодрых сверчков в комбинации с крыльями куса. Ну а вы сами решайте, что вам лучше будет для этого. Катапульту запускать вы уже знаете как, так что летим по направлению к замку Хайру. Ведь именно там и будет броня, которая нам необходима, а также тот самый легендарный щит и море-море лута. Направляемся мы вот к этому вот единственному святилищу, которое находится возле парящего замка Хайру. Ну а дальше двигайтесь за мной, и вы по-любому всё найдёте. Я думаю, вы сами без меня всё облутаете вокруг, хотя здесь не так и много валяется лута. Больше его можно получить от врагов, которые могут повстречаться вам на пути. И вот гвардейские сапоги в нашей коллекции есть. Могу вас поздравить уже. На крайняк координаты справа снизу видно, так что вы найдёте. И забирайте, кстати, королевский щит. Смотрите, у него целых 55 защиты, это просто вау. И мы продолжаем наш путь. По пути, кстати, можете забрать вот такую вот гвардейскую алебарду в коллекцию гвардейского оружия. Думаю, на днях выпустить на этом канале ролик, где я буду собирать всех короков в этой области и вообще в округе на стартовой локации. Так что подписывайтесь, кто не подписался, заходите в гости, буду всем рад, конечно же. А также по святилищам будет ролик. Если что, пишите комменты, я всех слушаю, ко всем прислушиваюсь и все ваши пожелания учитываю. Ну а тем временем, как видите, мы нашли гвардейский берет. Недалеко от него забираем стрелы и снимаем с камина гвардейский лук на 50 урона. Это просто круто, круто. Но не спешим, в соседней комнате у нас лежит большущий гвардейский клеймор на 32, зато с интересными вкусностями, которые вы сами почитаете в его описании. А на карте вот это все добро здесь лежит. Комната Зельды вот тут вот. Ну и продолжаем путь. И теперь нам остается только спуститься к тому месту, где мы начинали свой путь в предыдущем видео в поиске сета брони рыцаря. Я думаю, кто этот видосик смотрел, тот уже знает этот путь. Вот тут был сет, а мы теперь поворачиваем в другую сторону. Проходим вот тут немножечко. Ну и теперь необходимо на втором этаже забрать на балкончике сундучок. Точнее то, что в нем внутри. Ну и как вы уже поняли, это будет третья часть нашего сета. Гвардейский мундир. Вот теперь я могу вас поздравить. С таким вот красивенным мундиром. Линк теперь уж преобразился так точно. И мы теперь летим за халлийским щитом. Спускаемся ниже с замка Хайру. Вам нужно вот тут пикировать вниз. Спускаться, 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 пока не доберетесь до воды. Тут будет, кстати, один курок находиться, но это не сегодня. Кстати, если кому интересно, мои координаты по высоте 0,0,24. Это третья циферка, если что, среди трех координат. Тут, если вы будете двигаться по ступенькам вверх, на вас могут напасть загребущие красные руки, которые вы по-любому же встречали в игре. Я при первом прохождении шел через воду и заодно забрал здесь королевский меч. А руки, кстати, за мной гнались-гнались и откинулись. Непонятно почему. Удивительно. Ну, в общем, вы хоть так идите, хоть через воду, хоть по стенкам ползите, как это делал я. Добегаете вот к этой вот точке. Это гораздо ниже, нежели святилище. Не подумайте, что здесь на карте видно святилище вот возле вас. Оно намного выше. Зажигаем от стрелы вот этот факел и получаем тайный сундук, внутри которого и будет желаемый нами хайлийский щит на 90 защиты. Просто топ. Так что не потеряйте его, друзья. Вовремя чините и за ним следите. А я благодарю всех за внимание. Приглашаю вас заходить ко мне на стримы на мой второй канал Шаман Геймс. Ссылочка будет в описании под этим роликом. Стримлю почти каждый день The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Так что приходите, поговорим. В общем, у микрофона был Шаман. Всем всего хорошего и... Покедава! Субтитры сделал DimaTorzok